И, 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 мультики, мультики, вот фильмы, и запускаем, запускаем звонки, так, погрузится фильм, боже мой, обратите внимание, стены снова стали синего цвета, сейчас будут озарены желтым светом, это то есть логотип компании, это фильм звонки, и блин, ну, Paramount Pictures, но здесь, вот сейчас, привет, все мои дорогие друзья, сегодня с вами снова я, Владимир, сегодня я расскажу вам о том, как сделать свой домашний, персональный, карманный, виртуальный кинотеатр, и не спешите переключаться на другое видео, потому что информация действительно стоящая, да, сейчас многие не воспринимают вот такие вот шлемы виртуальной реальности, как какой-то продукт, который стоит покупать, но добавьте его хотя бы вызоверное, рано или поздно он вам пригодится, вот вы захотите посмотреть, кинон в кинотеатре, да, и у вас будет шлем, а как вы это не найдете информацию в интернете, и вот смотрите, все, что от нас потребуется, ну, во-первых, наушники, я использую беспроводные наушники, чтобы не быть скованным, получается, узами кабеля, то есть беспроводные наушники по блютуз технологии очень даже неплохо подойдут, можно и проводные. Далее от нас потребуется наличие телефона, желательно, эй, привет, желательно, чтобы диагональ экрана у него была хотя бы 5,5 дюймов и разрешение 1080p, это минимум, если будет меньше, то, ну, вы будете очень сильно видеть зерна, это на самом деле плохо. И шлем виртуальной реальности, я рекомендую использовать шлем от компании Xiaomi, во-первых, с брендом Xiaomi все мы знакомы, все мы его любим, и почему именно этот шлем? Xiaomi всегда славится тем, что умеет делать качественные гаджеты, да, за те же самые деньги, что и другие производители, то есть, вот этот шлем стоит полторы тысячи рублей, вот этот шлем тоже стоит полторы тысячи рублей, на этот шлем я смогу предоставить вам скидку 10%, потому что подписчики моего канала от Xiaomi могут получить скидку на вот этот вот шлем. На этот шлем тоже когда-то была у нас акция, но, в принципе, да, ну, это уже прошлый век, потому что, смотрите, самая главная проблема шлема в виртуальной реальности заключается в том, что из-за того, что используются вот такие вот крышки, как вот на шлеме, который я показал, идет очень сильное тепловыделение, если игра там занимает порядка нескольких гигабайт, то есть, 3D-игрушка, либо вы смотрите фильм, ваш аппарат нагревается, и из-за того, что корпус закрыт, то есть, из-за того, что телефон находится в кармашке, линзы начинают запотевать, то есть, ну, и вообще вы чувствуете тепло. Xiaomi, как всегда, доводит все до ума, здесь есть вот такая вот штучка, то есть, ваш телефон, по сути, находится снаружи шлема, шлема, то есть, вот, второй момент, шлем очень удобный, ну, вам действительно придется держать его на лице, там, порядка двух часов, сколько идет фильм, об этом они позаботились, здесь есть такая мягкая прокладка, то есть, шлем действительно обволакивает ваше лицо, они даже позаботились о носе, потому что многие производители, не знаю, с чем это связано, видимо, они сами свои продукции не пользуются, поверхность для нас составляет пустой, соответственно, ну, носу некомфортно, он просто трется о пластик, то есть, да, и вот тут даже жирные следы остались, и непонятно даже, чьи, потому что не только я пользуюсь этим шлемом, вот, ну и линзы, здесь очень широкий, какое отражение, здесь очень широкий угол обзора, то есть, вот это то, что нам нужно, широкий угол обзора, именно для просмотра фильма, вот, это не будет обзор этого шлема, я потом просто расскажу пару нюансов о работе с ним, вот, это просто обзор того, как сделать кинотеатр, то есть, видео урок, от вас потребуется наличие шлема, рекомендую Xiaomi, приложение, номер 2, ссылочка на приложение будет в описании под этим видеороликом, ну и, собственно, все, кнопка магнитная не нужна будет, то есть, тут она есть, но кнопка не нужна, и, соответственно, Android смартфон, давайте я вам покажу программку, и мы сейчас переместимся в непосредственно мой телефон, в виртуальную реальность, я вам покажу, как это все работает, нам нужна будет программа, которая называется C-more VR, то есть, это Cinema VR, вот, и там какое-то сокращение, так, 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 что там, что там, боже мой, боже мой, так, все, 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 подписчики просто пишут, и вот я вам покажу, как пользоваться данной программой, которая поможет вам просто избежать от шума, от мира, отдохнуть, я в дорогу его беру, он компактный, у меня есть для него даже специальная сумочка, сейчас покажу, в этой сумочке вожу с собой шлем, соответственно, здесь у меня наушники запасные, то есть, естественно, в дорогу я беру проводные наушники, и эта штука помогает мне просто, знаете, расслабиться, там, не очень хороший отель, какие-то, ну, просто проблемы в дороге, запарился, пришелся, там, с работы, с встречи, лег в кресло, лег на диван, надел шлем, и вроде как ты уже отдыхаешь душой и телом, если вам такое видео зайдет, вы напишите в комментариях, что да, круто, потому что есть еще прикольный такой, получается, аудио-кинотеатр для любителей музыки, то есть, тут мы будем смотреть фильмы, а еще есть такая возможность, когда аудио превращается в 3D эквалайзер, и вы вот как бы на волнах музыки находитесь во всем этом музыкальном пространстве, на словах это звучит как-то непонятно, но это, короче, вы обдолбались LSD, да, и вы стали кусочком эквалайзера, вот так можно объяснить, да, все знают, что такое психоделика и прочее, очень интересно, если вам это интересно, напишите в комментариях, я сниму видео, как вот аудиофилы могут получать удовольствие просто трехмерно от любимых композиций, ну и погнали в мой шлем виртуальной реальности, не будем тянуть, значит, это самое время, поехали. Итак, давайте приступим к демонстрации, естественно, вы всю ту глубину, которую вижу я, не сможете почувствовать, но и вообще это лучше один раз увидеть по-настоящему, чем сто раз услышать, но единственный способ, как я могу поделиться с вами стереокартинкой, это вот выводить ее на экран своего компьютера, и уже потом на монтаже свести вам все в одну картинку. И, ну, представьте, что вы играете в компьютерные игры, ведь там же мы действительно погружаемся в атмосферу. Первый раз, конечно, у меня был шок, но я уже как-то за полгода привык, но первый раз это дико, то есть смотрите, да, вот все ваши движения отслеживаются, вот он ваш кинотеатр, вот как бы вы смотрите, а пусто, призрак, вы призрак, ничего нету, хочется руки посмотреть свои, где находится, а их нету, да, и еще маленький момент, я записываю движение с помощью камеры, я расположу где-то картинку, наверное, вправо в верхний угол, есть такой момент, я вот узнал только сегодня, когда пытался записать этот видеоролик, эта камера, я ей пользовался в скайпе, и получается, когда мелькает освещение, то есть, допустим, на темном фоне появляется белый свет, камера начинает тупить, то есть у нее начинаются проблемы с захватом движения, поэтому я шторы закрыл, включил искусственный свет и сделал такой искусственный мрак, но если будут подлагивания, знайте, что проблема связана с тем, что, ну, камера очень сильно начинает перефокусироваться на белый свет, и второй момент, если даже у вас будут какие-то задержки во время просмотра этой трансляции с моего телефона, потому что все делается по Wi-Fi, через 5-ти герцовое соединение, могут быть проблемы, ну, то есть это проблемы Wi-Fi, а не проблемы VR-а. Итак, мы находимся в кинотеатре, ну, еще раз просто подытожу, почему лучше взять этот шлем, во-первых, потому что его очень комфортно держать на лице, он прям вас обволакивает, плюс это прорезиненная фактура, и то, что сам по себе шлем очень легкий, он внутри почти полый, оно позволяет вам, ну, час, два, три, вот просто так сидеть и смотреть фильмы, то есть я спокойно весь фильм просматриваю, единственное, что делаю там перерывы на перекус, либо сходить в туалет, мне очень комфортно. Второй момент, вот многие программы, которые реализуют функцию 3D кинотеатра, у них есть такая проблема, что они очень сильно нагревают ваше устройство. Но, вы знаете, не был бы я Владимиром, если бы не показывал именно эту программу. Эта программа в определенных кругах называется колодный кинотеатр, потому что она не нагревает ваш аппарат так сильно, чтобы у вас прям было тепловыделение, потому что в других шлемах все доходит до того, что даже бывает линзы запотевают, то есть идет очень сильное тепло. Здесь же, как Xiaomi всегда поступает очень мудро, здесь, получается, телефон находится не в каком-то замке, не в каком-то, получается, блоке, а у него корпус выведен, в принципе, на открытое пространство. Вот обратите внимание, мне трудно сориентироваться, я реально вообще в другом мире, но вот так это выглядит. То есть, получается, он охлаждается воздухом, во-вторых, программа, она не греет аппарат. Я не знаю, почему, может быть, это какая-то секретная фича разработчику, но мало того, что она не греет аппарат, при всем при этом здесь реализовано динамическое освещение, как в настоящем кинотеатре. То есть, если в кинотеатре где-то происходят взрывы, что-то происходит на экране, вы можете видеть, как это отражается на стенах. Ну, то есть, это вот... Стойка для микрофона. Как это отражается на стенах. Вот здесь это тоже реализовано. Но если у вас меньше 3-4 гигабайт оперативной памяти, у вас, возможно, будут трудности. Ну, будет подлагивание. Поэтому давайте покажу, как пользоваться, покажу демонстрацию. Все действия осуществляются взглядом. И почему я не смотрю вниз? Потому что внизу сейчас выплывут виртуальные кнопочки в воздухе. Если я буду держать на них взгляд, то они активируются. То есть, тут магнитная кнопка не нужна. Тут надо просто взглядом это все делать. И не предполагается, что я параллельно говорю. И тем самым, как бы, ну, голова двигается. И я просто на кнопочке не смогу сфокусироваться. Поэтому идем в меню. Вот выплывают кнопочки. Play, меню, настройки. Ну, настройки покажу. Тут ничего, в принципе, нет. Настройках вы можете выбирать уровень громкости. Вот. То есть, ну, если вы не хотите переключать кнопочками, вы можете выбирать через параметр Volume. И аспект радио, это растягивать картинку на весь экран. То есть, даже если она получается 4 на 3, вы можете ее все равно растянуть на весь экран вашего кинотеатра. Либо автоматически. Мне надо, чтобы все было полностью выключено. Advanced, туда лучше не лезть. То есть, программа работает изначально хорошо. Что-то переделывать не стоит. В меню. Итак, в меню. Давайте, вот смотрите. Телефон. Можем попасть во внутреннюю память. Можем попасть на SD-карту. Локальная сеть. То есть, программа даже позволяет стримить в режиме онлайн с вашей домашней библиотеки. А, соответственно, фильмы. Тут должно быть больше компьютеров. Их должно быть 3 штуки. И сервер для PlayStation Vita. Это нормально значит просто что-то с сетью домашнее. Ну, у меня часто пропадает это. Вот. Появился еще компьютер. Вот они. Все 3 компьютера и сервер для PlayStation Vita. Далее есть YouTube. Я не показываю Flex, потому что он платный. Вот. Можно искать видео путем набора текста. Допустим, QWERTY. Но это очень неудобно. Поэтому мы идем назад. Либо через микрофончик. Вы говорите, и у вас происходит запись. Но у меня голосовой ассистент отключен от Google в воспроизведении речи. У меня запустится дуся, поэтому я не показываю. YouTube 3D. Ваши избранные фильмы. То есть то, что вот самое, допустим, ваше избранное. Я ничего в избранное не добавлял. И дальше у нас последние просмотрены. И вот давайте посмотрим. Сейчас пролистаем. Я здесь смотрел сериал Halo. Я здесь просто смотрел фильмы. То есть мне... Так. Девочка, покорившая мир. Очень классное аниме. Я даже смотрел вот канал Рободана. Давайте посмотрим. Он в YouTube у меня просто есть. Сейчас мы подключимся к YouTube. И увидим ролик. Добро пожаловать на мой канал. Это YouTube. То есть это он Тифло технологии. Это его канал. Можем промотать. Сейчас будет музыка. Остановились. И так. Не будем тянуть время. Сразу возвращаемся к фильму. Выбираем карту памяти. Выбираем наш фильм. Я вот вижу трансляция идет. И, 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 и. Мультики, мультики. Вот фильмы. И запускаем. Запускаем звонки. Так. Грузится фильм. Боже мой. Обратите внимание. Стены снова стали синего цвета. Сейчас будет озарены желтым светом. Это, то есть, логотип компании. Это фильм звонки. И, блин, ну. Paramount Pictures. Оно здесь. Вот сейчас. Прикольно. Вон там даже видно эвакуационный выход. Горит зеленый огонек, что там надо выходить. Звук я сделал потише, естественно, чтобы вы не слышали. Я обычно пользуюсь наушниками. Я показывал в начале свой домашний кинотеатр. Самое главное, что нет мудаков, которые бы над всем ржали. Там по телефону говорили. Блин. Так. Давайте промотаем. Все делается взглядом. Давайте на самую середину. Так. Промотали. То есть, я просто показываю, что фильм, который весит 2 гигабайта, он работает очень хорошо на 4-гигабайтном аппарате. Ну, и если меньше памяти, он бы тоже работал хорошо. Но я просто веду к тому, что вот режим реального освещения может ваш аппарат как бы подкосить в плане производительности. Если у вас тормозит, знайте. И давайте выберем режим вот темноты. Все. Мы выключаем. То есть, ему не нужно обрабатывать теперь 3D-эффект на стенах нашего кинотеатра. Теперь вообще никаких тормозов быть не должно. Давайте вернемся к просмотру. Play. И смотрим. То есть. И забыл просто убрать вот эту перемотку. Сейчас я ее убрал. Я не знаю, что еще, ребят, сказать. Вот в дороге, когда все запарило. Если вам не повезло с гостиницей, да, вот в какой-то жопе мира вас поселили, вы всегда можете окунуться в свой мир. Потому что для меня VR это очень классная штука. Вот именно отойти от каких-то проблем. Вот я люблю смотреть фильмы. Я могу погрузиться и смотреть фильмы. Горящее тело. Ну, что я делаю-то? Я вам все показал. Действительно, я трачу ваше время. Ставим напаунду. И выходим. Ну, вот и все. Вот такой вот кинотеатр. Ссылочка на него будет в описании под этим видеороликом. А ссылочка на... Получается... Так, выход. Выхода здесь, кстати, нет. Выходить придется снимать шлем. А ссылочку на программу и на шлем я приложу в описании под этим видеороликом. С вами был Владимир. Подписывайтесь на канал. Да что ж такое-то? Это вот... Так, давайте я перефокусируюсь. Есть тут кнопочка у Xiaomi шлема. Плюс, если вот в этой программе вы понимаете, что вы как-то крутились-крутились, я от человека-то отвернулись. Вот сейчас я перед вами просто туда, оказывается, смотрел. Если нажать на кнопку, то вы прямо вот снова центрируетесь. Туда, куда смотрите. Вот. Всем пока и до скорых встреч. Погружайтесь в виртуальную реальность. С вами был Владимир. Редактор субтитров. Продолжение следует...